Сура 33. Ополчившиеся войско неверующих. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. О Пророк! Остерегайся наказания Аллаха, выполняя то, что Он повелел, и сторонясь того, что Он запретил, чтобы верующие следовали в этом за тобой, и не повинуйся неверным и лицемерам. Поистине, Аллах знающий и мудрый. И следуй, о Пророк, тому, что внушается тебе откровением от твоего Господа за Кораном и Сунной. Поистине, Аллах сведущ в том, что вы делаете, и воздаст вам за это. И полностью полагайся на Аллаха, и Аллах достаточен, как покровитель. Он хранит того, кто уповает на Него. Не устроил Аллах для человека двух сердец внутри, как об этом говорят некоторые многобожники. И не сделал Он ваших жен, которым вы говорите, что они подобны спинам ваших матерей, объявляете себе запретными под исламскому обычаю, вашими матерями. И не сделал Он ваших приемных сыновей, тех, которых вы усыновили, вашими сыновьями. Они не являются вашими сыновьями по шариату. Это только ваши слова в ваших устах. А Аллах говорит истину, и Он ведет на верный путь. Зовите их приемных детей по именам их отцов. Это относить родство к их отцам более справедливо перед Аллахом. А если же вы не знаете их отцов, тогда они являются вашими братьями по вере и вашими близкими сторонниками. И не будет на вас греха, в чем вы ненамеренно ошиблись, отнеся кого-либо не к его отцу. А будет грех только в том случае, когда замыслили ваши сердца называть сына чужого человека вашим сыном. И ведь Аллах прощающий по отношению к тому, кто ошибается ненамеренно. И милосердны к обращающимся к нему с покаянием. Пророк Мухаммад ближе к верующим по вере и в мирских вопросах, чем они сами друг другу, а его жены – их матери. Жены пророка чтимы и запретны для верующих, как и их собственные матери. И обладатели родства, кровные родственники, из числа верующих, одни из них ближе к другим по книге Аллаха в вопросах наследования, чем другие – верующие и чем мухаджиры. В начале ислама верующие наследовали друг от друга только по причине веры и переселения – хиджры. Затем это было отменено аятом о наследстве. Но кроме этого, вы можете делать добро своим сторонникам, другим верующим, поддерживая с ними хорошие отношения, помогая им материально, завещая им что-либо. Это, данное положение, было начертано в книге, в хранимой скрижале, поэтому вы обязаны исполнять его. И помни, о пророк, как взяли мы с пророков их завет, договор, подкрепленный клятвой, о том, что они будут исполнять посланническую миссию. Из тебя, о Мухаммад, и Снуха, и Ибрахима, и Мусы, и Исы, сына Марьям, и взяли мы с них суровый завет, о том, что они будут исполнять свою обязанность и признавать истинность друг друга, чтобы он мог спросить правдивых пророков об их правдивости, о том, чем их общины ответили на их правдивость, и для неверных он приготовил мучительное наказание. О вы, которые уверовали! Помните о благодеянии Аллаха вам, когда пришли к вам войско многобожников для битвы Урва, и к ним еще присоединились иудеи и лицемеры из Медины и ее окрестностей, и они окружили вас. И мы послали на них, на враждебное вам войско, ветер, который вырывал их палатки, и войско ангелов, которых вы не видели. И так в сердца ваших врагов поселился страх. И Аллах видит то, что вы делаете. И помните, как пришли они, ваши враги, к вам сверху вас, с верхней стороны долины, снизу вас, с нижней стороны долины, и вот взоры ваши замерли, глядя на огромное войско. И сердца достигли горла от страха, и стали выдумать об Аллахе разные мысли. Появились плохие мысли о том, что Аллах может не помочь установлению своего слова. Там, в то время и в том месте, испытаны были верующие. Так что истинный верующий отличился от лицемера, и подверглись они сильному потрясению, страхам и беспокойствам. И вспомните, как сказали лицемеры и те слабые верующие, в сердцах которых болезнь, сомнение. То, что обещал нам Аллах и его посланник, обещание о помощи Аллаха, оказалось лишь обольщением, обманом. И вот сказала одна группа из них, лицемеры, обращаясь к верующим мединцам. О, жители Ясриба! Медины! Нет места здесь вам! Вам здесь не нужно быть! Поэтому возвращайте свои дома в Медине! Ясриб – старое название города Медины. И другая группа из них, из лицемеров, просила пророка позволить им вернуться в Медину, говоря, «Поистине, дома наши обнажены, не защищены». Но они, дома, не были обнажены, не защищены. Они, говоря это, хотели только бегство с поля сражения. А если вражеские войска пришли бы к ним со всех сторон Медины, и потом их, лицемеров, попросили бы об искушении, потребовали бы отказаться от Ислама, то они непременно пошли бы, согласились бы на это и не стали бы медлить с этим, разве что только немного. А ведь они, лицемеры, заключили с Аллахом завет, договор, через его посланника, что прежде, до сражения урва, что не повернутся к врагу спинами, что не будут убегать от сражения, и за завет договор с Аллахом будет спрошено. Скажи, о пророк, этим лицемерам. Не поможет вам бегство, если вы побежите с поля сражения, боясь смерти или убиения. Это не продлит вашу жизнь. И в таком случае, даже если вы убежите, вы попользуетесь этой жизнью только немного, только в пределах предопределенного Аллахом для вас срока. «Скажи им, о пророк, кто тот, кто защитит вас от Аллаха, если он пожелает вам зла, или кто удержит его, если он пожелает вам милосердия? И не найдут они, лицемеры, для себя помимо Аллаха, ни сторонника, ни помощника». Действительно, знает Аллах удерживающих от борьбы на пути Аллаха среди вас и говорящих своим братьям. «Сюда присоединяйтесь к нам и оставьте Мухаммада, чтобы не погибнуть вместе с ним. Но проявляют они лицемеры, мужество, принимают участие в сражении только немного, да и то либо для показухи, либо для славы, либо боясь позора, скупясь для вас, о верующие, своими душами, имуществом, старанием и любовью, так как в их сердцах ненависть и вражда. А когда приходит страх, приближается момент сражения, ты, о Пророк, видишь, как они смотрят на тебя, и глаза их вращаются, как у того, кто теряет сознание от предчувствия смерти. А когда приходит страх, они оскорбляют вас острыми языками, скупясь на доброе, они проявляют жадность и зависть при разделе трофеев. Такие они не уверовали своими сердцами, и Аллах сделал тщетными их дела. И это для Аллаха легко. Считают они лицемеры, что ополчившиеся войска неверующих не ушли. А если допустить, что ополчившиеся войска снова придут к Медине, то в таком случае они, лицемеры, хотели бы оказаться кочующими среди пустынных арабов, бедуинов, расспрашивая произвестия о вас, победили ли вы или потерпели поражение. А если бы они, лицемеры, были с вами, то сражались бы лишь немного, из-за трусости, униженности и слабой убежденности. Вот стал для вас, о верующие, в посланнике Аллаха, в его словах и поступках, прекрасный пример для тех, кто надеется на Аллаха и последний день, и поминает Аллаха много. А когда верующие увидели ополчившиеся войска врагов, которые окружили Медину, они сказали, это испытание и помощь, то, что обещал нам Аллах и его посланник. Правду сказал Аллах в своем обещании и его посланник. И увеличило это у них только веру и покорность. Среди верующих есть люди, которые правдивы в том, что они заключили с Аллахом завет, исполняют данное Аллаху обещание и проявляют терпение в сражении и трудностях. И среди них есть такие, что уже исполнили свое обязательство, сражались, пока не погибли на пути Аллаха, или умерли, будучи искренними в вере. И такие, что ожидают одно из двух благ, либо победу, либо смерть на пути Аллаха, и не заменили они этот завет, в отличие от лицемеров, никакой замены, чтобы Аллах вознаградил правдивых верующих за их правдивость, и наказал лицемеров, если пожелает не оказать им своего содействия в приходе к покаянию, и они умрут, будучи неверующими, или чтобы принял их покаяние, содействовав им в этом. Поистине Аллах прощающий тех, которые каются в своих грехах, и милосердны к ним. И Аллах отразил тех, которые стали неверными, объединенные войско неверующих, от Медины, и ушли они без успеха, со своим гневом, и не обрели они добра, ни для этого мира, ни для вечной жизни. И избавил Аллах верующих от сражения, послав на неверующих ветер и ангелов, и ведь Аллах сильный, величественный. И вывел он тех из людей Писания, иудейское племя Бану Курайза, которые помогали им, объединенным войскам неверующих, из своих укреплений, из крепостей иудеев, и вверг в их сердца страх. Одну часть вы убьете, мужчин, которые не принимают ислам, и возьмете в плен другую часть, женщин и детей. И он дал вам, о верующие, в наследие землю их, земли иудеев Бану Курайза, их жилища, их имущество, и еще землю, на которую вы не ступали прежде, другие земли, которые достались верующим после этой победы. И Аллах над всякой вещью мощен. О пророк! Скажи своим женам, которые собрались у тебя, прося увеличить расходы на них. Если вы желаете земной жизни и ее прекрас, то приходите, я наделю вас благами, дам вам то, что есть у меня, и отпущу вас прекрасным способом, без причинения вам вреда. А если вы хотите довольства Аллаха и довольства его посланника и обители вечности, хорошей награды в вечной жизни, то проявляйте терпение и знайте, что Аллах уготовал искренне добродеющим из вас великую награду, по сравнению с которой земные блага кажутся ничтожными. О жены пророка! Кто совершит из вас явную мерзость, очевидный грех, будет умножено ей наказание вдвойне, в два раза больше, чем обычный верующий. И это для Аллаха легко. А кто из вас всецело подчинится Аллаху и его посланнику и будет поступать праведно, дадим мы той награду вдвойне, в два раза больше, чем обычный верующий. И приготовили для нее щедрый удел, рай. О жены пророка! Вы не таковы, по положению, как какая-нибудь из женщин. Если вы будете остерегаться наказания Аллаха, то не будьте мягкими речью, не проявляйте нежности в речах, ибо вас желает тот, в сердце которого болезнь, склонность к грехам и запретному, и говорите известной по шариату речью, без мягкости в речи. Это положение относится ко всем верующим женщинам. И пребывайте в своих домах, не выходите без нужды, и не украшайтесь так, как украшались женщины во времена первого невежества, не показывайте свою красоту, как это делали женщины до ислама. Это обращение относится к верующим женщинам всех времен и народов. И совершайте молитву надлежащим образом. Давайте обязательную милостыню закят, и повинуйтесь Аллаху и его посланнику. Ведь Аллах лишь хочет отвести скверну, зло, страдания от вас, у обитателей дома пророка, его жены и потомки, и очистить вас полностью. И вспоминайте то, что читается в ваших домах из знамений Аллаха, аятов Корана, и мудрости из речений пророка, и поступайте по ним. Поистине, Аллах добр к вам, потому что сделал так, что в ваших домах читаются аяты Корана и из речения пророка, и сведущий о вас, так как он выбрал вас женами для своего посланника. Поистине, всецело покорившиеся Аллаху мужчины, мусульмане и всецело покорившиеся Аллаху женщины, мусульманки, верующие мужчины и верующие женщины, полностью подчинившиеся Аллаху мужчины и полностью подчинившиеся Аллаху женщины, правдивые в речах своих мужчины и правдивые женщины, терпеливые в повиновении Аллаху мужчины и терпеливые женщины, смиренные перед Аллахом мужчины и смиренные женщины, дающие обязательную и добровольную милостыню мужчины и дающие милостыню женщины, постящиеся мужчины и постящиеся женщины, хранящие органы свои от прелюбодеяния и всего недозволенного мужчины и хранящие женщины, мужчины, поминающие Аллаха много своими сердцами и устами и поминающие Аллаха женщины, уготовил Аллах им прощение их грехам и великую награду — рай. И не бывает ни для верующего мужчины и ни для верующей женщины, когда решил Аллах и Его посланник какое-либо дело, постановили решение, выбора в их деле, верующие не выбирают другое решение, нежели решение Аллаха или Его посланника. А кто ослушается Аллаха и Его посланника, тот заблудился явным заблуждением. И вот ты, о пророк, говоришь тому, кого облагодетельствовал Аллах, даровал веру, и кого ты, о пророк, сам тоже облагодетельствовал, освободив из рабства и затем усыновив, говоришь сподвижнику по имени Зайд бин Хариса, удержи при себе свою жену, не разводись, Зайнаб бин Джаш, и остерегайся Аллаха. И ты, о Мухаммад, скрывал в своей душе то, что Аллах сделает явным, скрывал то, что Аллах уже сообщил откровением тебе о том, что Зайд разведется с ней, и ты сам женишься на ней, и ты боялся людей-лицемеров, что они скажут, что Мухаммад женился на бывшей жене своего приемного сына, а между тем Аллаха следует бояться больше. После того же, как Зайд удовлетворил свое желание по отношению к ней, женился и имел близость, и затем развелся, по завершению послеразводного срока Зайнаб, мы женили тебя на ней, чтобы для верующих не было затруднений в отношении жен их приемных сыновей, когда они, их приемные сыновья, удовлетворят свои желания в отношении их жен, женятся, имеют близость и затем разводятся. Аллах Всевышний этой же нитьбой пророка Мухаммада отменил до исламской обычай, когда разведенная жена приемного сына была запретной для человека, и веление Аллаха обязательно исполняется. Нет на пророке никакого греха в том, что предписал Аллах для него, в том, что он женился на бывшей жене усыновленного им человека, согласно установлению Аллаха относительно тех пророков, которые были раньше, это было дозволено и прежним пророкам. И веление Аллаха является решением предрешенным, оно обязательно произойдет. Согласно установлению Аллаха относительно пророков, которые предают людям послание Аллаха и боятся только Его и не боятся никого, кроме Аллаха, и довольны того, что Аллах ведет счет всем деяниям Его рабов и постоянно наблюдает за ними. Мухаммад не являлся отцом кого-либо из ваших мужчин, однако он является посланником Аллаха и печатью пророков, последним пророком, и Аллах о всякой вещи знающий. Этот аят был неспослан от Аллаха, когда многобожники и иудеи сказали, Мухаммад женился на бывшей жене своего сына, а к этому времени все сыновья пророка уже умерли. «О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха сердцем, устами и в делах, многократным поминанием, и восславляйте Его по утрам и по вечерам. Он Аллах, Тот, Который благословляет вас, и ангелы Его также благословляют вас, чтобы вывести вас из мраков, из невежества и заблуждения к свету, к вере и полной покорности Аллаху. И Он к верующим милостив, и в этом мире, и в вечной жизни. Он не наказывает их, если они повинуются Ему, стремясь этим только к Его благоволению. Приветствием их, этих верующих, в день, когда они встретят Его в раю, будут слова «Мир!». В раю к верующим будут приходить ангелы, приветствуя их «Мир! Безопасность вам!». И Он уготовил им щедрую награду – рай. О, Пророк! Поистине, мы послали тебя свидетелем для своей общины, который будет свидетельствовать о том, как эта община отнеслась к тому, что было передано им от Аллаха, вестникам, которые радуют верующих раем, и увещевателям, которые предупреждают неверующих и грешников о том, что их ожидает наказание в аду, если они не покаются. «Призывающим к Аллаху, к признанию только Его Богом, с Его дозволения, по Его повелению, и подобным освящающему светочу, глядя на которые руководствуются те, которые желают идти истинным путем». «И обрадуй, о Пророк верующих, что им уготована от Аллаха великая щедрость – сады рая. И не повинуйся, о Пророк, неверным и лицемерам. И оставь причиняемые ими обиды, и уповай только на Аллаха. И достаточно для тебя Аллаха как покровителя в делах, касающихся как этой, так и в вечной жизни. О те, которые уверовали! Если вы женитесь на верующих женщинах, заключите с ними брачный союз, а потом разведетесь с ними раньше, чем коснетесь их, прежде чем будете иметь с ними близость, то нет для вас, о верующие мужчины, обязанности по отношению к ним, к разводимым женам, никакого послеразводного срока, который вы бы отчитывали. И наделяйте их, разводимых женщин, дарами, когда разводитесь с ними, чтобы сгладить обиду, и отпускайте их к своим семьям прекрасным образом, не причиняя им никакой обиды. Если женщине был назван размер брачного дара, то ей дается половина названного дара, если развод происходит до близости. Если же размер брачного дара не был назван, то ей дается подарок, размер которого определяет судья Кады, в зависимости от состоятельности разводящегося мужчины. Абу Бакр Джазейри Айсар Аттафасир «О пророк! Поистине мы сделали дозволенными для тебя твоих жен, которым ты дал их награду, уплатил их брачный дар. И также мы сделали дозволенными тех невольниц, которыми овладела твоя десница из того, что даровал Аллах тебе, как военную добычу, которых ты взял в плен. И дочерей твоего дяди со стороны отца, и дочерей твоих тёток со стороны отца, и дочерей твоего дяди со стороны матери, и дочерей твоих тёток со стороны матери, которые вместе с тобой переселились на пути Аллаха, оставили свои дома, чтобы заслужить довольство Аллаха и помогать возвышению Его Слова на земле. И также мы сделали дозволенной для тебя любую верующую женщину, если она подарит себя пророку, выйдет замуж без брачного дара, если пророк захочет жениться на ней. Две жены пророка были из числа тех, которых он взял в плен. Это Сафия и Джувайрия. Такой вид брака разрешается исключительно только для тебя, о пророк, помимо верующих. Ведь мы знаем, что уже предписали, сделали обязательным для них, для верующих, относительно их жен, как и на скольких жениться, и относительно того, чем овладели десницы их, положение о наложницах. Но, однако, мы дозволили это для того, чтобы не было для тебя, о пророк, затруднений в отношении создания супружеского союза. И ведь Аллах прощающий грехи верующим и милосердный к ним. Ты можешь отсрочить ночное посещение той из них, из твоих жен, кому ты желаешь отсрочить. И можешь провести ночь с той, с которой пожелаешь провести. И если ты пожелаешь одну из тех, который отложил посещение прежде, то за это не будет на тебе греха. Это, предоставление тебе в этом выбора, наиболее подходящее, чтобы они, твои жены, радовались. Дословно, чтобы глаза их прохлаждались, и чтобы не печалились, и чтобы все они были довольны тем, что ты им дал, как распределяешь порядок их посещения. И Аллах знает то, что в ваших сердцах. О, мужчины, как вы любите женщин и как более склоняетесь к одним из них. И Аллах, знающий о слабости его творений, и сдержанный, не спешит с наказанием. Не дозволяется тебе, о посланник, брать женщин после этого, после этих девяти твоих жен, которые выбрали Аллаха, его посланника и обитель вечной жизни, и заменять их другими женами. Тебе нельзя разводиться ни с одной из них, чтобы вместо нее взять другую жену. Хотя бы тебя и поражала красота их, кроме только как тех, которыми овладела десница твоя. Но это положение не относится к наложницам. И Аллах наблюдает за всякой вещью. О те, которые уверовали! Не входите в дома пророка, если только не будет разрешено вам зайти в них, когда вас приглашают к еде. Но не нужно приходить заранее, чтобы сидеть в доме пророка, ожидая времени ее, пока пища не будет приготовлена. И этим самым ставя пророка в затруднительное положение. Но когда вас пригласят, то входите. А когда покушаете, то расходитесь, не вступая дружески в беседу между собой, оставаясь в его доме. Поистине, это, ваши ожидания и задержка в его доме, причиняет неудобство пророку. Но он, пророк, стыдится вас, не просит вас уйти, хотя и это является его правом. А Аллах не стыдится истины и говорит ее вам, чтобы вы стали еще более благонравными. А когда вы просите у них, у жен пророка или у верующих женщин, какую-нибудь утварь, то просите их через завесу, которая разделяет вас с ними. Это то, что было перечислено вам чище, дальше от наущений сатаны, для ваших сердец и их сердец, сердец женщин. И не подобает вам причинять обиду посланнику Аллаха ни при его жизни и никогда не жениться на его женах после него, потому что они ваши матери. Поистине, это, причинение обиды пророку и женитьба на его женах, велико как грех пред Аллахом. Если вы, о люди, открыто совершите что-нибудь, скажете то, что обижает посланника Аллаха, или скроете это в своих душах, то поистине, Аллах о каждой вещи знающ. И он воздаст вам за это. Нет греха на них, на женах пророка и верующих женщинах, если они не будут полностью прикрытыми одеждой перед их отцами, сыновьями, братьями, сыновьями братьев, сыновьями сестер, своими женщинами, верующими женщинами и тем, кем овладели их десницы, перед рабынями, из-за крайней потребности в помощи их всех. И остерегайтесь наказания Аллаха. О, женщины, не переходите тех границ, которые он установил, ведь поистине, Аллах – свидетель всякой вещи. Он видит все деяния всех своих рабов и воздаст им за это. Поистине, Аллах и его ангелы благословляют пророка. Аллах Всевышний хвалит пророка перед приближенными ангелами, и его ангелы тоже хвалят его и обращаются к Аллаху с мольбой за него. О, вы, которые уверовали! Благословляйте его, пророка, и вы, и приветствуйте пожеланиям мира. Поистине, те, которые причиняют обиду Аллаху, многобожием и ослушанием его, иудеи, которые сказали, рука Аллаха привязана. Христиане, которые сказали, что Иса является сыном Аллаха. Многобожники, которые сказали, что ангелы – дочери Аллаха. И его посланнику, своими словами и деяниями, те, которые называют его порицателем, поэтом, проклял их Аллах в этом мире. Лишил их всякого блага в ней и в вечной жизни, и приготовил им унизительное наказание – вечное пребывание в аду. Аллах Всевышний благословляет пророка, хваля его и выражая свое удовольство им. А ангелы благословляют пророка, обращаясь за него с мольбой к Аллаху. Верующие благословляют пророка, выражая свое уважение и почтение к нему. А те, которые причиняют обиду верующим мужчинам и верующим женщинам без того, чтобы они это заслужили, обвиняют их в том, чего они не совершали, такие берут на себя бремя клеветы и явного греха и понесут за это наказание в вечной жизни. «О пророк! Скажи своим женам, дочерям и женщинам верующих, пусть они сближают на себе свои покрывала. Это лучше, чтобы их узнавали, что они являются свободными и благочестивыми женщинами, и чтобы им не причинили никакой обиды. И Аллах прощающий тех, которые обращаются к нему с покаянием, и милосердны к ним, так как он принимает их покаяние. Если не удержатся от нанесения вреда верующим лицемеры и те, в сердцах которых болезнь, сомнения и распространяющие слухи в Медине, то мы направим тебя, о пророк, против них, даруя нашу поддержку. Потом они будут соседствовать с тобой, в ней, в Медине, только недолго, будучи проклятыми. Где бы их затем ни нашли, будут они схвачены в плен и убиты преданными смерти. Согласно установлению Аллаха относительно тех лицемеров и вредителей, которые были раньше, в общинах предыдущих пророков. И ты никогда не найдешь для установления Аллаха перемены. Спрашивают тебя люди, о пророк, о часе, о том, когда наступит день суда. Не веря в его наступление, скажи им, знание о нем только у Аллаха. И откуда тебе знать? Может быть, час уже близок. До момента наступления дня суда осталось немного. Поистине, Аллах проклял неверующих, удалил их от своего милосердия, как в этом мире, так и в вечной жизни, и приготовил для них пламя ада, для вечного пребывания там. Не найдут они для себя ни покровителя, который защитил бы их, и ни помощника, который спас бы их от наказания в аду. В тот день, когда их лица будут поворачивать в огне, с одной стороны в другую, они скажут сожалея, о, если бы мы в земной жизни повиновались Аллаху и повиновались бы посланнику, то оказались бы в раю. И скажут они, неверующие, в день суда, «О Господь наш, поистине мы повиновались нашим предводителям и нашим самым главным, и они сбили нас с пути веры и истины. Господь наш, дай им удвоенное наказание по сравнению с нашим, и проклини их великим проклятием. О те, которые уверовали! Не будьте подобными тем, которые обижали пророка Мусу. Не обижайте пророка Мухаммада ни словами, ни своими поступками, как потомки Исраила поступили со своим пророком. И сделал Аллах его, пророка Мусу, непричастным к тому, что они говорили. Аллах показал им, что они безосновательно издевались над пророком Мусой. А он, пророк Муса, был уважаемым у Аллаха. Аллах Всевышний всегда отвечал на его мольбу. «О те, которые уверовали! Остерегайтесь гнева Аллаха, выполняйте его повеления и отстраняйтесь от его запретов. И говорите во всех случаях слово прямое, то, что соответствует истине. И тогда он устроит вам ваши дела и простит вам ваши грехи. И кто повинуется Аллаху, его посланнику, тот достигнет великого успеха и в этом мире, и в вечной жизни. «Поистине, мы предложили небесам, земле и горам взять на себя особую ответственность, обязанность исполнять то, что Аллах повелел, и отстраняться от того, что Он запретил. Но они, небеса, земля и горы, отказались понести его, взять на себя эту ответственность. И побоялись ее, что не смогут исполнить это. Но понес ее человек, Адам и его потомство. Ведь он, человек, является несправедливым по отношению к себе и невежественным, не представляет, что его ожидает в итоге. Чтобы этим Аллах наказал лицемеров и лицемерок, тех, которые выражают веру внешне, но скрывают неверие в душе, многобожников и многобожниц. И чтобы принял Аллах покаяние верующих мужчин и верующих женщин. И ведь Аллах прощающий тех, кто кается, и милосердный к ним.